Приветствую вас! При толкованиях сновидений нужно больше информации о вас. То есть нужно именно больше информации о том, что с нами происходило непосредственно до всех этих моментов, до того, как вам приснёс этот сон. И соответственно нужно проанализировать, что с вами было, какие у вас были впечатления, переживания, любосредственно перед наведением, желательно там за 2-3 недели ваши переживания изучить. Тогда будет понятно, что произойдёт. Значит, вы пишите, что вы сидите на крыше дома, на открытой плоскости вы сидите. Значит, открытая плоскость это всегда в некоторой степени незащищённость. То есть это отсутствие защищённости именно для вас. Это, возможно, неопределённость, отсутствие чётких жизненных ориентиров. Это сомнения, это давление различных мотивов на вас, на себя и так далее. То есть, когда вы сидите с другом, это говорит о том, что вы не хотите быть один. То есть, возможно, вы боитесь одиночества. Возможно, вы опасаетесь того, что останетесь один. И это означает, что если вы боитесь одиночества, значит, вам нужны другие люди для того, чтобы они вас как-то определяли. Значит, скорее всего, себя вы не принимаете до конца, и другие люди вам нужны как-то для того, чтобы себя принять. Вот. Значит, далее, вдруг я начинаю падать, а падение это, соответственно, ну, это ошибка, это какой-то проступок, это, собственно, то, чего вы боитесь. То есть, падение это вот, например, отдаление от всех, например, аутсайдерство в обществе. Иногда падение связывают с сексуальным желанием, вот. Ну, здесь сексуальное желание, понятно, что не к другу, а сексуальное желание вообще-то, то есть, не удовлетворенное сексуальное желание, вот. По-моему, вам хочется упасть, то есть, вам хочется спать, потому что падение это все-таки, падение это все-таки, это выбор какой-то. Так, где то, чтобы сидите на доме, это вот символизирует желание владеть женщиной, владеть женщиной, чувствовать себя мужчиной, именно в сексуальном плане. Значит, вы падаете, но вас ловит друг, то есть, здесь, опять же, двоякое толкование, с одной стороны, это может быть связано с тем, что ваши друзья, они не дают вам, ну, не друзья даже, а именно окружение, не дают вам, ну, делать то, что вы хотите, не позволяют вам делать то, что вы хотите, все время вам мешают ваши друзья. Либо это связано немножко с другим, да, с тем, что вы хотите, чтобы вам помогли, вы хотите, чтобы вас поддерживали, хотите, чтобы друзья вас поддерживали больше, чем это и есть сейчас. То есть, вы нуждается в их поддержке. Вот. Но, значит, в жизни вас друзья могут не поддерживать, вот опять. Вот. Далее, вдруг говорит, что это бессмысленно и отпускает вас. Ну, то есть, смотрите, если вдруг говорит, что это бессмысленно, то, опять же, либо вы себя обесцениваете, вот когда я говорю про вас, про обстоятельства, которые в вашей жизни были, я не просто так это говорю, я действительно говорю, ну, понятно, что там, какой вы человек, что для вас, как бы, более актуально, понимаете, вот. Вот. Значит, таким образом, смотрите, то, что вам говорит друг, что это бессмысленно, это может быть связано как раз с тем, что, например, бессмысленно вас поддерживают. То есть, вы считаете, что вы недостойны поддержки, либо этот сон отражает то, что вы хотите того, чтобы он так сказал. То есть, вам хочется, чтобы друг сказал, что вас бессмысленно поддерживать, потому что, ну, потому что вы сами решаетесь, что вам делать. В пользу этого говорит то, что вы падаете, то есть, вы делаете то, что хотите, вы падаете, вы умираете, то есть, понимаете, что ваш выбор неправильный, и возвращаетесь к другу. Ну, уже в виде призрака, то есть, в виде некого такого, я бы сказал, ну, может быть, некого, знаете, может быть, некого такого, такого, некого духовного такого, некого, некого духовно обогащенного существа вы возвращаетесь. То есть, существа, которые получили опыт. Вот. И, соответственно, если, если это так, то вы, как бы, хотите, чтобы друзья принимали, например, ваш выбор, чтобы они дали вам возможность принять свой выбор. И через принятие вашего выбора, они бы позволили вам быть собой. Но вам также хотелось бы, чтобы друзья ваши, они готовы были, например, вас, ну, допустим, ждать. То есть, вам бы хотелось, чтобы они ждали вас, когда вы вернётесь. Вот. Ну, это вот то, как мне видится ваш сон. Ну, ещё раз повторюсь, что для его, ну, скажем так, лучшей интерпретации, нужно всё-таки понимать вашу историю жизни лучше вас, лучше понимать ваши отношения к друзьям, к себе, вот, и так далее. А также личная жизнь. А то есть, вот, как у вас личная жизнь складывается. Ну, вот, я думаю, так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку, буду рад помочь вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.